Площадь Революции И вот получается вы дорогу просто переходите и вот кафе Прованс. Французское кафе, круассаны естественно попробуем, еще что-нибудь попробуем. Вот так вот кафе выглядит. Сейчас будем заходить, посмотрим цены там, все посмотрим. Закажем что-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вам покажу как у них здесь велик стоит такой. Вы вот когда будете искать это кафе, увидите сразу по велику. Там написано Прованс и там такой столик стоит. Просто сидеть можно. Сейчас вам покажу. Вот так вот у них выглядит смотрите Прованс. Здесь вот такой столик можете садиться отдыхать. Здесь кофе пить. И вот такой велик французского стиля. Вот так кафе выглядит. Так вот вход выглядит. Вот такое хорошее кафе. А возле входа такие стоят красивые цветы. Сейчас будем заходить. Очень красивая. Маски естественно. Дезинфекция рук здесь есть. Двери такие у них. Вау, это просто элитное кафе. Я вам покажу. Вы просто себе не представляете. Это настолько элитное кафе реально. Французский стиль. Вот так вот здесь все выглядит. Вот такие здесь люстры большие стоят. Добрый день. Добрый день. Вот такое здесь кафе красивое. Вот такая здесь клетка. Сейчас друзья что-нибудь закажем. Ну мне если честно кафе уже понравилось. Как французский стиль. Вот как на фотографиях я видел. А в принципе кафе Прованс оно в разных городах есть. Сейчас мы что-нибудь закажем и будем дегустировать. Вот здесь друзья есть. Получается детский уголок есть. Если кому надо, кто с детьми приходит. Шикарный я вам скажу кафе. Вот здесь вот так вот все выглядит. Музыка все играет. Шикарный вообще кафе. Вот такие смотрите. Фарфор смотрите какой стоит. Вот так вот здесь все выглядит. Вот такие вот шикарные кафе. Я вам хочу сказать. Вот здесь такие картины. Вот так здесь такой интерьер. Вот так вот все выглядит. Сейчас выберем какое-нибудь место, где-нибудь сядем А, наверное, вот здесь сядем Не надо, в принципе, для одного человека Здесь вот можно садиться несколько Вот здесь выглядит реально, как будто кафе Вообще, как будто бы, ну, у нас в Уламде Вот это такое кафе классное появилось Вот можете вот на такие сиденья садиться, если кому нравится Такие кресла есть Французского стиля Вот такие так стены здесь выглядят Лампочки горят Вот так вот здесь все выглядит Вон, можете на диванчик даже садиться Это просто вообще супер Ну что, друзья, сказать, это кафе вообще суперское Вообще супер Тут и говорить нечего Друзья, я вам цены расскажу Какие здесь блюда есть Бенедикт есть Два яйца, пашотна, свежеиспеченный Английской булочки с венгерским беконом Нежным соусом Голландес Микс салатом С помидорами Черри Заправкой Вингрет 310 рублей стоит Крок месье Сэндвичи с печеной Куриной грудкой Венгерским беконом Яйцо, пашотна, нежным авокадо С французским майонезом И микс салатом С заправкой Вингерт 270 рублей стоит Крок мадам есть Сэндвич с пикантным лососьем Яйцом, пашотна, авокадо Кремом Чиз и микс салатом Провансали Снежный омлет Суфле На сливках С беконом С сыром И хрустящим Круассаном Я, наверное, в Провансаль захожу И я хочу себе заказать Кашу из конопли Получается цены здесь какие? Сырники 140 рублей стоят 120 грамм 30 грамм сырники стоят 30 рублей Одна штука Блинчики есть 140 грамм 70 рублей 130 грамм 30 рублей Каша рисовая есть 220 рублей 300 грамм Овсяная каша 250 грамм 190 рублей Каша из конопли есть 250 грамм 320 рублей Ее закажем И Провансаль закажем Оливье здесь есть 310 рублей стоит Цезарь здесь 340 рублей стоит Биф Теплая вырезка Маринованный Ворчестер С листом Салата Вяленым томатом Вялеными томатами Авокадо Свежим огурцом Сыром Пермезан Жареными Шампиньонами И соусом Цезарь 380 рублей Стоит 300 грамм Марсель здесь есть Несуас есть Тунец с овощами И зеленью Заправленной Апельсиновыми Дрессингом Дижонской Горчицей С яйцом Пошел 440 рублей Ну Цены здесь Конечно дорогие Я бы сказал Как в ресторане Но я думаю Французские блюда Если вы хотите Попробовать Лягушек здесь Каких-то нет Я бы сказал Я здесь даже Лягушек не вижу Стейк миньон Стейк миньон Стейк из свинины Антрикот Из свинины Здесь есть Беф Беф Бургини Он есть Если хочу Каких-нибудь Три блюда Заказать Если закажу Кашу из конопли И Провансаль Закажу И все В принципе Хватит пока Потом уже Другой раз Что сюда приду Еще Хочу себе Круассаны Заказать Домой Еще маленько Три штуки Круассаны Заказать Сейчас Смотрю здесь Сколько Круассаны Стоит Вот так вот Здесь Бокалы Выглядят Если вы хотите Вино здесь пить А вон цветы Красивые Вы приходите Сюда Садитесь И вам Сразу Меню Приносят Вот здесь Можете Куртку Вешать Сегодня Дождь Было Сегодня Куртку Одел Ветровку Чтобы не Замочиться Можете Сюда Свои вещи Вешать Вот так Вот здесь Цветильники Выглядят А самое Хорошее Здесь Что есть Здесь Есть Мидии Устрицы Улитки Вот я Реально Мидии Ни разу В своей жизни Не пробовал Устрицы Тем более Не пробовал Улитки Тоже Не пробовал Здесь Есть Грибной Крем Суп Луковый Суп По рецепту Людвига Какого-то Там есть Консоми С телятиной Есть С Ростбифом Потому что Я хотел себе Кашу с коноприс Заказать А там Уже Завтраки У них Прошли И не Получится Биск С креветками Здесь Крем Суп На основе Морепродуктов Овощей Прованских Трав Там Лени С белым вином Здесь Прикиньте С белым вином Опасно Думаю Такое Есть Ну не знаю Что-нибудь Закажем Суп Может Какой-нибудь Потому что Я думаю Завтраки Уже Прошли Все Получается Закажу Консоми С телятиной И сейчас Что-нибудь Посмотрим Луковый Здесь Суп Есть Ну Что-нибудь Что-нибудь Закажу Марсель Себе Что-нибудь Заказал Посмотрим Что-то За Блюдо Вообще Даже Блюдо Название Даже Ни разу Не слышал Сейчас Я Есть Три Про Сан Сабе Хочу Взять И Один Попробуем Здесь Посмотрим Кафе Крутое Отлично Здесь Недушно Нежарко На улице Сегодня Погода Нежарко Вообще Все Вообще Вот В такую Погоду Куда-то В кафе Ходить Это Самое То Здесь Освещение Просто Супер Реально Вот Это Кафе Для Сомок Вообще Предназначено Супер Хорошо Здесь Можно Видео Слить Друзья Тут Что Вам Как бы Бесплатно Приносит Воду С лимона И Орешки Сейчас Вам Покажу Вот Такую Воду С лимоном Вам Приносит И Орешки Сейчас Будем Орешки Пробовать Ну Обычный Арахис Сейчас Будем Воду Пробовать Перед Едой Надо Всегда Пить Воду Кто-то Пьет На самом Деле Разницы Нет Если Вы Перед Выпейте Как бы Воду Или Не Выпейте Но С лимоном Вода Это Полезно Считается Это Вам Дают Холодную Воду Со Льдом И С лимоном На Вкус Я хочу Вот Честь Трубочку Пьете Ну Это На Пирес На Улице Когда Жарко Вы Сюда Приходите Вам Подают И Вы Пьете Я Думаю Нормально Мне Кафе Лично Понравилось Потому Оно Элитно Выглядит Вообще Это Даже Выглядит Как Кафе Потому Что Рестораны Идут Побольше А здесь Как Углит Оно Чуть Поменьше Такое Большое Прямо Но Стиль Здесь Вообще Офигенный Французский Стиль Чистота Здесь Вот Если Хотите Реально Отдохнуть Хорошо С душой То Сюда Приходите Офигенный Сейчас Нам Принесут Заказ Мы будем Все Пробовать Проверять Я такие блюда Даже ни разу Не пробовал Посмотрим Какие они На вкус На вкус Думаю Необычный Должен быть Так вот Друзья Чай Выглядит С жасмином Ну я знаю Что на вкус Будет Трава Травой Но он Очень Полезный Чай Я себе Решил Такой Чай Заказать Вот Такой Чай В таких Чайничках Маленьких Ну если Вы хотите Вам В большом Чайнике Принесут А если В маленьком То Так Вот Выглядит Сейчас Будем Пробовать Чай С жасмином Это Тревяной Чай Ну трава Травой Но он Полезный Хороший Чай Ароматный Аромат Там Такой Чуть Чуть Сладковатый Так что Сейчас Будем Дальше Ждать Вот Такое Блюдо Нам Принесли Марсель Наверное Называется Здесь Яйца Получаются Идут Осьминог Похожий Идет Здесь Еще Что-то Сейчас Будем Пробовать Необычное Блюдо Такое Если честно Блюдо Ни разу Не пробовала Сейчас Попробуем Жалко Оператора У меня Нет Апельсин Здесь Идет Смотрите Вот Такой Мне Конечно Такие Блюда Не Нравятся Но Какие-то Новые Блюда Необычные Вот Походу Осьминог Идет Точно Не знаю Что это Такое Да На вкус Как будто Какой-то Осьминог Я просто Осьминог Уже Пробовал Осьминог На вкус Когда вы Едите Он Как будто Ну Рыба Отдает И все Ничего Сверх Естественного Здесь Идут У нас Получается Яйца Наверное Нет Сыр Сыр Какой-то Листья Салата Здесь Все Листья Салата Осьминог Апельсин И Сыр Какой-то Ну На сыр Тоже Это не похоже Не знаю Что это Так Вот Выглядит Все Ничего Я хочу Сказать Это Это Блюдо Любителя Кому-то Может Мне понравится Сразу Не знаю Это полезно Оно Или Нет Такое Здесь Апельсин Я в принципе Не хочу Вот это Я не знаю Что такое То ли Сыр То ли Что это Нет Не сыр Это что-то Другое Вот Здесь Листи Салата Идут Мне Такое Блюдо Если честно Не понравилось Почему-то Бриторное Немного Эх Франция Не для меня Немного Здесь тоже Не буду То есть Затошнит Если кто был Во Франции То кому Понравится Необычное Блюдо Просто Сегодня Заказал Вообще Которое Знать Не знаю Наугад Надо сказать Что-то мне Осьминог Или осьминог Или что Что-то мне Вообще Не понравилось Сейчас будем Второе Блюдо Пробовать Что-то Не очень Вот так Вот выглядит Лучше Заказывайте Другое Есть много Других Очень вкусных Блюд Есть Но Это Блюдо Просто Кому-то Может Понравиться Кому-то Нет Так что Друзья Это Блюдо Мне В принципе Понравилось Нормально Есть Можно Мне В принципе Меня Здесь Узнали Я Пришел Меня Узнали Потому что Здесь Одни Блогеры Приходили Сюда Снимать Их Канал Называется У Бай На Ютюбе Это Тоже Наши Лондонские Блогеры Можете К ним Переходить Подписываться На Канал Они Так Хорошо Это Кафе Сняли Вообще Супер Такие Но Они Почему-то Этот Как Обзор В группу Не Выложили В группе Есть Такая Обзор Кафе У У нас Они Туда Обзор Не Отправили Тогда У них Было Много Просмотров У них Максимум 200 Просмотров Набрало Но Они Обзор Сняли Я вам Скажу Профессионально Хорошо Эти Приходили С Потом Они Перешли Плавно Киевси Сняли Кто-то Даже Сказал Что Они Киевси Вообще Хорошо Сняли Лучше Чем Я Но Они Профессионально Сняли Киевси Они Сняли Потом Кафе Какое-то Сняли Бузы Там Тестировали Это На Свердловой Находится 27 И Вот Они Получается Сюда Приходили Тоже Сняли Они Заказывали Круассаны Здесь Видите Я Утром Приходили Может Мы Тоже Потом Другой Раз Сюда Придем И Меня Здесь Узнали Я Пришел В кафе Мне Сразу Узнали Скали Мы Ваш Ютуб Канал Смотрели Так Приятно Если Честно Так Что Хочу Сказать Я Пробовал Получается Сейчас Кальмары Называется Кальмары Это Не Осьминог Это Кальмары Ну Кальмары Я Хочу Сказать Нормальные Ну На любителях Конечно Кому-то Может Не Понравится Но Мне Нормально Я В принципе Введение Привередлив Листья Салата Там Идет Все Как Надо Кальмары Хорошо Приготовлены И Здесь Кафе То Что Вы Можете Здесь Реально Хорошо Отдохнуть Здесь Атмосфера Такая Хорошая Но Лучше С 8 До 12 Приходить Сюда Потому Что Здесь Очень Много Людей И Как Ну Мне Мне сказали Что Для Съемок Здесь Лучше Будет Атмосфера Будет Получше Когда Много Людей Ты Так Снимешь Все Картинку Красивую Мне И Сейчас Нормально Мы Пока Так Просто Пришли Сюда Посмотреть Кафе Красивое Это Понимаете Радует Что У нас В Ламуде Первый Раз В жизни Хоть Открыли Французское Заведение Французское Кафе Да Конечно Оно Не идеально Похоже И По Меню Тоже Так Что Мне Очень Понравилось Так Что Всем Советую Это Кафе Очень Хорошее Здесь Знаете Что Самое Хорошее Если Честно Вы Придете Здесь Официанты Работают Повара Все Добрые Люди Я Хочу Сказать Добрые Даже С детьми Можно Сюда Приходить Круассан Кушать Еще Что Нибудь Здесь Вообще Все Нормально Чай С Зас Нормальный Чай Мне Все Понравилось Так Что Ну По Интерьеру Хочу Сказ Здесь Вот Можете Вот На Так Кресла Садиться Вот Так Вот Друзья Чай С Жасмином Выглядит Классный Чай Хочу Сказать Супер Бодрит Вообще Памяти Конечно Друзья Не хватит Что Все Снимать Ну Так Пока Снимем Так Может Еще Раз Сюда Придем Если Вам Понравится Обзор Такого Кафе Я Могу Еще Раз Сюда Прийти Другие Блюда Заказать Чай С Жасмином Хочу Сказать Заказывайте Жасмин Он Как Б Очень Полезный Для Организма Вот Напишите Даже Интернете Чем Жасмин Полезный Вы Просто Офигеете Столько Полезных Сюда Люди Идут Обычно На завтраки Сюда Ходят Кофе Пьют Отдыхают Развлекаются Можете С компанией Приходить Я вообще Не знаю Почему Такое Кафе Хорошее Суперское Кафе И Здесь Это Какого Посетителей Чуть Мало Я думаю Здесь Вообще Все Битком Будет Ну Мы Друзья Пропиарим Это Кафе Пусть Люди Сюда Приходят Хорошее Кафе Суперское Вот Друзья Вот Такой Суп Выглядит Аппетитно И в таких Тарелочках Вам приносят Суп Спасибо Суп Друзья Вообще Офигенный Хороший Суп Я вам так скажу Здесь получается Мясо Идет Картошка Морковь Кругляшками Нарезано Вот Это Все Выглядит Ну Я Что Хочу Сказать Что Что Вы Здесь Сюда Придете Даже Если Один Суп Закажете Вы Уже Наедитесь Все Сытно Все Сытно Если Вы Прям Мега Голодный То Сюда Придете Конечно Если Вы Любите Много Поесть То Конечно Мясо Хорошо Проварено Но Когда Его Кусает Оно Хорошо Разламывается Суп Суп Нормально Здесь Разные Суп Суп Крем Есть Мне Больше Нравится Суп Крем Например Придете Суп Крем Закажете Это Хороший Суп Поели Понравился Суп Нормальный Но Я Много Есть Просто Не Люблю Почти Весь Мясо Офигенное Сейчас Мы Будем Круассан Пробовать Сейчас Я Покажу Как Круассан Выглядит Вот Так Круассан Выглядит Он Сухой Получается Идет Чуть Хрустящий Суп Такой Нежный Офигенный Круассан Здесь Есть Шоколадный Круассан Офигенное Светение Я вам так скажу Так что Вот так Друзья Сходили в кафе Круассан Офигенное Тоже Покушали Сильно Есть Много Тоже Не Люблю Потому Я Дома Наелся Очень Сильно Не Могу Очень Много Есть Так Вот Выглядит Кафе Интерьер Здесь Просто Шикарный Прийти Отдохнуть Здесь Самое То Так Что Друзья У меня Видео Длинное Получилось Так Что Суперское Заведение Вы Когда Что Если Не Доели Вы Можете С собой Взять Вам Прям Говорят Вы Хотите С собой Взять Давайте В контейнер Это Все Сделаем То Круассаны Здесь Они Не Как Обычные Купите Круассаны Здесь Они Чуть Крупстящие Такие Запеченные Круассаны Во Франции Так И едят Круассаны Запеченные Внизу День Здесь Просто Шикарные Хочу Скать Если У меня Была Девушка Девушка Кому-нибудь Может быть День рождения Здесь Отпраздновать Даже Можно Блин Ну я Рад Что У нас В Лан-Удэ Понимаете Что Открыли Французское Заведение По интерьеру Хочу сказать Что это Да Действительно Французское Я просто Видел Во Франции Какой Такой же Типа Кафе Обычный Кафе Как там Во Франции Там Так же Там Как бы Столи Такие Старинного Стиля Идут Везде Во Франции В Италии Там В Париже Всегда Стиль Такой Дет Как бы Старинного Образца Но И чуть Чуть Нотка Современного Присутствует Цветы Всякие Здесь Разукрашено Все так Красиво Мне В принципе Здесь Очень Подравилось Прикимендовать Конечно Могу Здесь Блюда Нормальные Во Франции У вас денег Нету Съездить А вы хотите Французское Блюдо Там Миди Покушать Либо Что-что-то Да Если В какой-то Другой В ресторан Пойдете Там Конечно Будет Одним Миди 600 Рублей Стоит Чтобы Покушать Иногда Даже Тысячу Здесь Дешевле Намного Так что Приходите Сюда Это Не реклама Я Всегда Везде В кафе Хожу На свои Деньги Мне Два Раза Было Что Я В Бузыба Уходил Мне Там Бесплатно Я ходил Туда Ей Что В какую-то А Когда Я долго В кафе Не снимал Уже Сколько Времени Конечно Если бы Я Так и Продолжал Снимать Если бы Но Понимаете Денег На все Тоже Не хватает Если бы Я конечно Снимал Был Продолжал Был Не сдавался Меня бы Приглашали Может В кафе Но В кафе Чтобы Вас Приглашали Нужно Декор Соответствовать Декору То есть Приходите Рубахи В галстуке А я Не хочу Быть Таким Понимаете Я забыл Как это Называется Когда Вы Подстраиваетесь Под кого То Не Сами Своё Мнение Высказываете А подстраиваетесь Формат Называется То Конечно Вы Уже Неискренним Становитесь Как Блогер Вы Становитесь Неискренним А я Хочу Сказать Что Здесь Кафе Мне Действительно Понравилось Я Хочу В кафе Приходить Что Если Действительно Кафе Будет Вкусное Вот Говорит Да Это Кафе Я Рекомендую Оно Вкусное Это Кафе Я хочу вам Сказать Да Здесь Все Нормально Все Блюда Мне Понравились Так Что Можете Сюда Приходить Меня Здесь Узнали Я Пришел Сразу Официант Сказал Мы Ваш Канал Смотрим Обзоры Приятно Так Что Я В кафе Когда Прихожу Так Что Шумиху Я Уже Поднял Получается Улан Сейчас Убай Канал На ютюбе Прямо Напишите По-английски У Убай Это Тоже Там Они Обзор Кафе Снимали Они Тоже Хотят Обзор Кафе Снимать Вот Понимаете Мне Как бы Приятно Что Я Снимал Обзоры Изначально Я же Начинал Эти Обзоры Снимать Все Потом Другие Люди Сюда Тоже Приходят Тоже Обзоры Кафе Снимают Но Они Как-то Может Получше Меня Чуть Снимают С Девушкой Мужчина С Девушка Получается Мужчина Завод Виталий Девушка Завод Евгения Вроде Бо Я Так Понял Хороший Тоже Канал Можете Туда Подписываться Смотреть Ну Они Тоже Этот Обзор Они Тут Круассаны Заказывали Еще Что Кашу Из Конопли Тоже Можете Это Как О Их Обзор Посмотреть На Это Заведение Ну Понимаете Это Заведение Получается Новое Конечно Этому Заведению Надо Чтоб Сюда Больше Народу Приходило Ну Люди Хотят Нормальное Заведение Посетить А у Нас Сейчас Идет Третья Волна Скажет Будет Карантин Не знаю Правда Это Или Нет Но Кафе Пока Работает Так Что Друзья Успевайте Пока Ничего Не Закрылось Приходите Сюда Обязательно Здесь Просто От Друзья Как По Нашему Обычью Смотрим Просто Сейчас Эмоции Переполняет Я просто Хорошо Наелась Супер Настояние Хорошее Просто Когда Вы приходите В такое Красивое Заведение У вас Зрелье Бабочки Порхают Как Я Говорю Здесь Необычные Умывальники Как Раковина Необычный Необычный Крам Золотистого Цвета Вы Все Знаете Что В Париже Интерьер Идет Так Золотистого Королевы Там же Королевы Президенты Есть И они Все делают Таким Золотистым Цветом Вот так Вот здесь Все Выглядит Ютуб Меня не забанит Здесь Тагамуза Как Героя Такая Прямо Сидите В туалете В туалете Запах Конечно Хороший Такие Унитазы Здесь Унитазы Прям Вообще Идеально Чисто Ну Здесь Говорить Ничего Вот Такой Здесь Паркет Стоит Вот Такие Здесь Стены Вот Это Просто Как будто Я Переместился Сейчас Я Много Парижских Влогов Смотрел И там В принципе Кафе Они Выглядят Одинаково Здесь Такой Кран Если Кто Хочет Руки Помыть Здесь Мыло Есть Вот Такой Кран Что Я Хочу Сказать Это Просто Офигенная Кафе Вот Ряд Как будто Вы Во Францию Перемещаетесь Вот Друзья Здесь В туалете У нас Получается Тоже Такая Зеркало Такой Здесь Кактус Такие Здесь Стены Красивые Вот Так Здесь Все Выглядит Вот Такой Кафе Замечательно Красивое Вот Такие Столи Если Хотите Прийти Здесь День Рождения Отпразднать Вот Здесь Даже Камин Есть Сходили В Кафе Прованс Это Французское Кафе У нас В Ланды Открылась Недавно Так Что Приходите Если Кому Будет Интересно Такой Слов Нет Супер Как будто Вы во Францию Перемещаетесь